Добрый вечер, дорогие друзья! Уже именно добрый вечер! Хочется именно так поприветствовать сегодня вас! 18.00 У тебя идет подсечка вот в эту зонку, посмотри! Вот в эту зонку, прям подсекаешь вот сюда вот! А ваша задача, на ходу мы, если они даже высокие, ты просто повыше подсеки, там ничего не... Он будет очень маленький, понимаешь? Когда на ходу человек идет, они в зонах стоят, они будут очень маленькие. Ты вот сюда вот, чтобы он повыше, так подсечечку, раз! Я вообще очень сильно рад тому, что это случилось, что это случилось у нас на Дальнем Востоке. Мне кажется, что каждый из нас с самого детства мечтал играть в футбол под объективом телекамер, под полными трибунами. И сейчас эта мечта, ну лично у меня, я не знаю, она сбылась. Вот посмотрите, как появляются сейчас на стадионе игроки футбольного клуба «Арс». Взяли самокаты, сейчас будет коллективное появление на поле. Давайте поприветствуем их. Ярко, необычно. Сегодня только не Москва приехала на ретро-автомобиле, но ретро-автомобиль не заезжали на поле. А Арс это переплюнул. У них тоже транспортное средство, но они уже на поле. Дефиле на самокатах и обязательно сфотографирование перед игрой. Ну что, ребят, аэрофлот дорогой, и Севен не летает, и мы решили сделать такой крутой пробег. Конечно, не из Москвы, но из Подмосковья. ФК Арс, как и обещал, приехал на Дальневосточную медийную лигу. Ну и сегодня готов не только себя показать, но и голы забивать. Поэтому те, кто смотрят, лайк. Это же детская мечта. Ребята, которые там смотрят, скажут, офигенные, крутые. Ну давайте тогда и сыграем. Офигенно, круто. И так, немножечко, с перчинкой. И тече что добавить? Да еще! Да! 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 Да еще! Да! Вратари готовы, команды готовы. Хабаровск готов. Товарищеский матч. Хабаровск против Москвы. Нагонять против ИКА. Поехали! Вратарь, Динский, номер 8, главный тренер команды Владимир Сергеевич. Сусин. Его первый гол. Первый гол забит. Только что Николай Веретенников открывает счет на третьей минуте матча. Вот вам и начало от москвичей. Контратака. Здесь защита борется. Вот оно, настоящее шоу. Вы его сейчас упустите лидерство в матче. Поэтому, я думаю, волнение усилилось у парней, но справились. Сейчас ногомяч разыграет этот штрафной удар. Или будет прямой удар? Кристиан! Розыгрыш, помощник, заготовочка. Вы посмотрите, мяч попадает в сетку ворот снаружи. Знаете, удивительная функция сейчас подходит ко мне. Игроки футбольного клуба «Арс» предлагают выпить чай. Свежих, готовых футболистов. Возможно, к концу игры это скажется и внесет свою коррективу. Однако сейчас опаснейший момент был. Около ворот футбольного клуба «Нагомяч» прибыли за долгое время. Как можно ярче в противостоянии с москвичами. И вот опасный удар. Штанга! Штанга спасает ворота «Арса». Сейчас и атака продолжается. Вот вам и хабаровчане, как говорится. «Арс» снова с мячом, снова в атаке. Подача в штрафную. И защита прерывает эту атаку. Видно, что ему, похоже, понадобится помощь. Получается так, да. Подсказывает капитан команды «Арс». Максим Сиваном, что один из демиксов летит на родину. Он уже там. И опасно. Могли выбежать в контратаку игроки «Нагомяч», но не хватило тут скорости. И Владимир счастливый снова забирает мяч в свои руки. Вы все сами прекрасно слышали. Сейчас мяч пойдет в бровку, и потом накрыть его надо будет в центре. Вот «Нагомяч» сохраняет. Ого! Вот это пушка! Что за удар! Правда, счастливый вратарь? Между прочим, это Хабаровский вратарь. На медиаресурсах Даниловича. И вот, во-два! Вот это да! Из ниоткуда практически. Максим Симонов. Капитан. Капитан футбольного клуба «Арс» делает счет 2-0. Даниловича «Нагомяч» на этот счет. Вы хотели, чтобы победил «Нагомяч». У нас подходит к концу 50-ая минута матча. Совсем немного остается. И решение судьи. Пенальти. Смотрим момент. Ну, конечно. Сел сверху на спину. В нижний левый был. Игрок, и был здесь фонт. Тарь принес правый, ты в левый. Фенальти назначен. «Нагомяч» его реализует. Да, гол! Гол! 1-2. Один мяч они отыграли. Всего один мяч осталось. 1-2. «Нагомяч» забивает. Посмотрите на эту радость. И сразу поддержка. Это «Роскокос». Все. Значит, только что было, можно сказать, историческое достаточно событие. Ай-яй-яй-яй-яй! Блин! Чуть второй мяч не случился! Это блестяще просто. Как он не попал. Ждем батл с Никитичем после игры. А сейчас опасный момент! Ой-ой-ой! Еще один блестящий момент. Опять. За «Росстранжирин» момент очень коротко. Да! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! 2-2! 2-2! 2-2! Вот это да! Они сравняли! 56-ая минута! Есть! 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 Футбольный клуб «Анс» вели всю игру в черте. Алексей, ветер у мяча. Таин-таин! 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 Так. Мяч заблокирован и уходит на угол. Тай за мяч! Тай за мяч! Тай! Таин-таин! Таин-таин! Удар! Таин-таин! И матч окончен. 2-2! Аплодисменты обеим командам У нас ничья А, кстати, похоже, что не будет у нас выявления победителя в этом матче Матч просто заканчивается 2-2 Ничья Наверное, именно так и должен был завершиться Настоящий боевой дружеский матч Продолжение следует...